Субтитры делал DimaTorzok И сегодня у нас в эфире Universe Sandbox 2 Сегодня у нас новый эксперимент под названием Что будет если черная дыра появится в нашей солнечной системе Короче говоря, мы проведем небольших три эксперимента Ну а перед началом данного видео я тебе посоветовал бы поставить пальчик вверх Подписаться на канал и нажать колокольчик Дабы не пропускать наши новые видео Ребят, да, еще один такой нюансик Многие пишут мне под видео, что Слушай, твои эксперименты, что ты там вообще ставишь? Ты пишешь, говоришь какую-то вообще фигню в своих видео Ребят, скажу сразу Мои видео несут характер игровой развлекательный Но никак не научный Нет, ну конечно есть какой-то маленький процентик научности Но, ребят, если вам что-то здесь не нравится Просто пройди мимо и сейчас закрой это видео Короче, погнали, друзья Давайте вам немножко расскажу Что такое черная дыра Так, где наши черные дыры? Вот они, наши черные дыры Будем сейчас добавлять их Что такое черная дыра? Ну, это область пространства-временем Где гравитационное притяжение настолько велико Что покинуть ее не могут даже объекты Движущиеся со скоростью света Черная дыра представляет собой сферу Вообще точно ученые не могут сказать Как и откуда берутся данные объекты Хотя есть одно небольшое предположение Это коллапс ядра массивной звезды То есть это когда термоядерные реакции Поддерживаемые высоким давлением в недрах звезды Препятствуя ее сжатию Под действием собственной гравитации Однако со временем ядерное в кавычках Ядерное топливо так называемое Истощается и звезда начинает сжиматься Так, ну давайте начнем Наверное, короче говоря У нас есть здесь самый могущественный стрелец А Масса его 4 миллиона 300 тысяч солнц Есть также такая самая, наверное, вот маленькая черная дыра С массой в одно солнце Давайте попробуем, я думаю, начать с маленькой черной дыры И где-нибудь мы ее с вами сейчас расположим Я не знаю, даже, наверное, примерно на орбите На орбите Марса Запустим ее просто И посмотрим, что будет с нашей солнечной системой Так, вот она, наша маленькая черная дыра И я думаю, сейчас мы сначала немножко замедлим время Вот так вот, 39 секунд в секунду И давайте попробуем запустить ее Вот она, наша черная дыра Простите, так, пауза Где она? Вот она Так, ну что же, давайте посмотрим, что вообще будет твориться, наверное Сейчас в солнечной системе Буквально проходит, сколько там прошло у нас Минута, пока я особо ничего не вижу Давайте немножко, может, ускорим время Можно еще даже ускорить время И, по-моему, я наблюдаю Что Марс уже начинает притягиваться к черной дыре Подожди-ка, стой Давай еще немножко ускорим время Да, вроде бы как начинается уже какой-то небольшой коллапс Хаос, не знаю, как это назвать Так, Марс, Марс, Марс полетел уже, да К черной дыре Так, Солнце у нас Солнце, кстати, да Смотри, направилось в сторону черной дыры Обалдеть Все, да, это массовый коллапс в солнечной системе Начинается Так, все планеты движутся по направлению к черной дыре Кстати, скажу так, ребята Что все, что попадет в черную дыру Все расщепляется до мельчайших квантов Но перед этим тела, возможно, раскрутятся до бешеной скорости Так, все планеты, в общем, уже сошли у нас с орбиты И, кстати, можно посмотреть будущее направление Вот, допустим, нашей Земли Я так понимаю, направление скачет Как-то непонятно И мне сначала показалось, что Землю вообще выкинет куда-то в открытый космос Так, черная дыра Она крутится Станция Вместе с Солнцем Земля вообще сейчас там переживает просто катастрофические события Скорость то ускоряется, то замедляется Что у нас на поверхности Ага, понятно Оно приближается, отдаляется от Солнца И температура также, конечно, здесь, блин, скачет Так, черная дыра Ну и что у нас дальше будет? Ага То есть, короче говоря, даже маленькая черная дыра Всего лишь Так, радиус Всего лишь в 2,5 смотри Ну в 3 километра Массой в одно Солнце Может создать адский коллапс В Солнечной системе То есть, она, как бы, наверное, скорее всего, даже не поглотит все это Всю Солнечную систему Все планеты Астероиды Но Она разбросает Все планеты по разные стороны Короче говоря, в открытый Ну дальше Просто в бесконечность В космос Так, ну что ж Давайте попробуем еще одну провести Симуляцию Так, Солнечная система Создаем Так Подожди Теперь Вот теперь я попробую Короче говоря, сейчас я попробую Где-нибудь на орбите Юпитера Приблизительно Добавить Самую, наверное, сверхмассивную черную дыру Это Стрелец А Которая, насколько вы знаете, наверное, находится В центре нашего Млечного пути Нашей галактики Масса его составляет 4 миллиона 300 тысяч Солнц Так Выбираем запуск Давай, где у нас орбита Орбита Юпитера Да, правильно, я же хотел с орбиты Юпитера Ну давайте где-нибудь с орбиты Сатурна Можно, в принципе, наверное, запустить Нажмем на паузу И поставим наш Стрелец А Так, ну что же, давайте последим, что будет Так, подожди, давай-ка взглянем на Стрелец А Радиус его составляет 12 миллионов 702 тысячи 843 километра Так, ну что ж, я думаю Сейчас это должно быть Вообще Катастрофой Огромнейшей Катастрофой Для всей Солнечной Системы Блин Такс Ну Ой-ой-ой-ой-ой Стой-стой-стой-стой-стой-стой Нет, не так быстро Уменьшим время И посмотри Буквально, наверное, прошло Там, я не знаю Я не засек время Наверное, ну, полчаса Если считать реальное время Полчаса прошло И Все планеты Солнечной системы В том числе и наша звезда Солнца Все астероиды Пояс астероидов Начало свое движение Прямо-таки В Стрелец А И Стрелец А Начинает поглощать Все это Внутрь себя И расщеплять До квантов Хотя Я наблюдал Что в Space Engine Неподалеку от Стрелца А Конечно, я не помню Точное расстояние На каком расстоянии Там, короче говоря Находятся другие звезды Но Мне кажется Это, наверное Очень близко Я поставил То есть Нашей Солнечной системе Посмотри Она пожирает Просто все Она все сжирает На своем пути И поэтому Конец Человечеству И всему остальному Ого Скорость Земли Ты посмотри Она растет То есть, да Все-таки Стрелец Вернее Черные дыры Простите Они раскручивают Объекты Перед поглощением До просто Невероятной скорости А потом уже Поглощают Внутрь себя Все объекты Все, да Земля В Земле больше нету Я не знаю Она там где-то В статье Или где она там Пропала Расщепилась на кванты И больше Игоря нету Ну что ж Видишь Стрелец А черная Самая могущественная Черная дыра Заняла В Солнечной системе Свою позицию Посмотри Она засасывает Внутрь себя Практически Все объекты Которые Даже находятся Дальше То есть Поиск Койпера Хотя Поиск Койпера По-моему Не задет Смотри Он остался На месте Нептун Каким-то чудным Чудным образом И Уран Они Выжили Посмотри Их Выкинуло Сначала Дальше От Солнца То есть Их отбросило С их орбиты И теперь По-моему Они возвращаются Обратно К черной дыре Да Заметь Точно Точно То есть Большое Притяжение Имеет Черные дыры Они имеют Огромные Притяжения Просто Огромную Тягу Так Ну давайте Попробуем Провести Еще последнюю Наверное Симуляцию Создадим Солнечную Систему И попробуем Запустить Черную дыру Наверное На большом Расстоянии От нашей Солнечной Системы Так Редактировать Так Давай-ка Посмотрим Сколько У нас Здесь Я хочу Ну приблизительно Один Световой Год Наверное Я думаю Вот на этом Расстоянии Добавить Черную Дыру Давайте Самого Могущественного Добавим Добавим Нашего Стрельца А И посмотрим Что Будет Вообще Твориться Так Давайте Запускаем И вообще И глянем Глянем Да Что будет Как повлияет Это на Солнечную Систему Если Где-нибудь Всего Расстояние Одного Светового Года Да Правильно Да Одного Светового Года Появится Черная Дыра Давайте Ускорим Время Посмотрим Ну мне кажется По-моему Все в порядке Ничего Особенного Не происходит То есть На расстоянии Одного Светового Года Нашей Солнечной Системе Я так Понимаю Да У нас Смотри Скорость 13 лет В секунду На таком Расстоянии В принципе Нашей Жизни Скорее Всего Ничего Не угрожает Да Классно Ну что ж Ребят На этом Наверное Я буду Заканчивать Своё Видео Всем Кому Понравилось Обязательно Пальчик Вверх Подписываемся На канал Жмём Колокольчик Дабы не пропускать Новые видео Всем пока Пока До новых встреч Ребят